Всем привет! Сегодня с историей от подписчицы. Сейчас я ее зачитаю. Дадите свои комментарии, рекомендации. В общем, поговорим на эту тему. Итак, давайте. Мне 30 лет моему гражданскому. Мужу 34 года. Есть у нас общая дочь. Муж с 2019 года. Ездил на заработки на север. Привозил достаточно денег. Обеспечивал полностью ребенка и меня. Наши поездки на море и прочие развлечения. Жадным он никогда не был и все, что было в его возможностях, покупал и дарил. Я тоже работала, но муж попросил сам, чтобы я ушла с работы и занималась какое-то время только ребенком. Уделила должное время ее учебе. И я тогда ушла с работы. Позже ему предложили по знакомству работу в Чехии. Там живет и работает его давний друг. И сказал он, что поможет ему с жильем и визой. Мой муж, не задумываясь, согласился. Сказал, что поедет раш для нашего будущего, чтобы заработать и забрать нас к себе. Я его отпустила спокойно. И месяц за месяцем у него там были трудности с работой. Не все так сказочно получилось, как этот друг ему обещал. Муж все равно говорил, что будет стремиться, добиваться, чтобы заработать больше и домой возвращаться, пока он не планировал. В итоге он пробыл в Чехии целый год. Он высылал нам очень мало денег. Я входила в его положение, так как все бывает в жизни. И устроилась обратно на работу. Обеспечивала я дочь практически самостоятельно. Ждала, пока у него там все наладится. Он обещал открыть нам визы, забрать нас с дочерью в ближайшее время. Но время шло, и мы так жили по разным странам. Естественно, начались скандалы, так как ждать надоело. Дочь скучала, и мне тоже было очень тяжело одной без мужской опоры. И финансов, конечно, тоже. Подробности о своих трудностях и работе он мне не рассказывал. Отношения очень сильно разладились. У него по телефону дошло до скорблений, криков, блокировки друг друга. Потом начался конфликт России с Украиной. Тогда я спросила, что же нам делать-то? И он спустя два месяца все-таки забрал нас к себе. И вот тут я увидела уже совсем чужого мне человека. Не такого, какого я знала столько лет. Было впечатление, что он не очень-то и рад нам. Выглядело, как будто бы забрал у нас от безысходности. Во-первых, он был психически повернут на войне в Украине. Это очень сказалось на его психике. За все время я его знала спокойным, уравновешенным, неконфликтным, но увидела полного неадеквата. Я подумала, возможно, азербайджанские гены по отцу дают о себе знать. В общем, через неделю после моего приезда он мне сказал сразу, учи язык и иди на работу. Никакой поддержки в адаптации от него не было. Он уезжал утром на работу до позднего вечера и говорил, чтобы я сама изучала город по гугл-карте, если мне куда-то нужно. Чтобы ничего не боялась и быстрее привыкла. Я, конечно же, растерялась в чужой стране. Другой язык, другая валюта. Даже в магазин было страшно выйти, закупиться. Какой там привыкай. В общем, он был постоянно занят и для меня, и для дочери. Я потихоньку изучила местность сама. На фоне адаптации и не имея поддержки у меня началась сильная депрессия. Я сидела в четырех стенах с ребенком и меня ничего не радовало. Язык учить мне не хотелось и оставаться в этой стране тоже. У меня были мысли, возможно, у него кто-то есть. Я говорила ему, что хочу уехать домой в Винницу. Сейчас это самый безопасный город в Украине. Но он домой не отпускал и даже слушать этого не хотел. Сейчас здесь остановлюсь. Я знаю просто, как там дальше письмо будет. Я хочу отметить, что вот здесь вы четко пишете. Он меня не отпускал, а я ехать готова была. В свою очередь муж все чаще приходил с работы поздно. Все чаще оставался вечером с друзьями. У нас начались сильные скандалы, крики, оскорбления. Все это по очереди. После каждого сильного скандала он вообще сбегал из дома. Мог не ночевать, приходить утром. Я очень сильно нервничала, ночами не спала. Я ушла спать от него в другую комнату. В общем, вся эта ругань продолжалась с июля месяца и по сей день. Пытались договориться, но снова то же самое. Нормального общения у нас хватает всего на три дня. Как чуть, он сразу же бежит из дома. И до утра пропадает. Меня безумно бесит, что взрослый мужик не решает проблемы и из дома убегает. Потому что он не взрослый, он ребенок. На что я ответила, что пока у него были трудности, я обеспечивала дочь одна. Теперь он мог бы больше напрягаться и не упрекать меня во всем. В общем, мой муж ребенком абсолютно не занимается. По выходным спит, с работы приходят поздно. Что мы его толком-то и не видим. Мы перестали совсем с ним общаться. Не разговариваем, неделями. Доченька тоже сильно переживает и обижается на отца. И в итоге у них испортилось отношение. Отец с дочерью не общается, живя в одной квартире. Давал он нам копейки на питание, остальные деньги оставлял лично себе. Заметила, что стал каждый день пить пиво. С работы ночью приходит с бутылкой. Я устроилась мыть пол в банке на минимальную зарплату. А потом он вообще перестал давать деньги. Я обеспечиваю дочи себя на зарплату. А он просто нам, получается, снимает жилье. Я перестала готовить на него еду, не мою горы его посуды и вообще все, что делаю по дому, только за дочкой убираю и за собой в наших комнатах. Он живет сам по себе. Он как-то высказал мне, что не может так больше жить, что ему нужна женщина рядом. И он переживает, что у нас такие отношения. На что я ему ответила, что он сам не хочет с нами жить нормально. Ему нужно шататься с друзьями после работы, и он не слышит. Так, вот здесь прям конкретный пример. Немножко разберем, остановлюсь. Муж осмелел и сказал напрямую, что его беспокоят. Это был запрос на диалог. Это называется партнерские отношения, когда, да, поговорить по-честному. Что вы в свою очередь делаете? Вы его не слышите, игнорируете запрос, и ему просто в этот момент, скажем так, окошко возможностей у вас открылось, когда была возможность поговорить. Вы ему продолжаете втемяшивать свою обиду, свою претензию, унижение его и так далее. Укор ему идет. Неправильная стратегия. Он, естественно, после этого либо агрессирует, либо просто закрывается, не общается дальше, как у вас сейчас все это происходит, либо еще и агрессирует. Ваш конфликт только разрастается. Поэтому, пожалуйста, у кого нет понимания в отношениях, именно сейчас про отношения будем говорить не просто про людей и взаимоотношения, а с партнером. Если вам человек в какой-то момент в затяжном конфликте идет навстречу и говорит, давай поговорим, не пускайте эту возможность. Это не говорит о том. Он переступил в этот момент свои, скажем так, проблемы отчасти. Он приоткрыл окошко. А может поговорим? Может договоримся? Да и вообще типа давай побеседуем. То есть я отодвигаю свои обиды и претензии. Вы свои обиды не отодвинули, на него дальше пройдете. Чего вы от него ждете? Конечно, он закроется, либо начнет агрессировать. Результата не будет. Вы так, давя как танк, только говоря о своих обидах, эгоистично. А партнерские отношения, когда есть диалог в отношениях и решаются проблемы, находится компромисс как минимум. То просто о этих отношениях слышат партнера, вы его не слышите и не среагировали на его запрос. Потому что уровень обид и претензий к нему у вас такой высокий, что здравый ваш смысл и рациональность абсолютно теряется. Так, он не обеспечивает хотя бы ребенка, а я в свою очередь должна быть его личной домработ... Вот они, претензии пошли. Я должна быть его личной домработницей, сидеть дома по выходным, а по будням работать, так дело не пойдет. Если, вот смотрите, дело не пойдет. Так расставайтесь. Вот ваш запрос, мне не нравится, так дело не пойдет. Чего вы ждете? То есть, тем более вы с ним не расписаны, это типа гражданский муж. Это сожитель, из которого я родила ребенка. До этого раньше вместе с ним даже не жили, он всегда в разъездах. Сейчас об этих причинах попозже поговорим. У вас есть четкая позиция, что вам это не нравится. Чего мучаетесь-то и ребенка мучаете дальше. Если он не выполняет мужских обязанностей, тогда значит я ему ничего как женщина не должна и спать с ним тоже. Вот видите, он должен, обязан выполнять обязанности и так далее. А я ему в ответ тоже должна. Это не про любовь и взаимопонимание, партнерство, а про обязанности. Он должен, а в ответ я должна. Сейчас, наверное, мир рухнет, я скажу, прикиньте, никто никому ничего не должен. Представляете? К сожалению, вот так бывает. Так мы упирались, как два барана. Никто на компромисс не шел. Я, в свою очередь, принимала бродягу. А я, в свою очередь, принимать бродягу мужа не собиралась. Все его обещания были пустыми, что он хочет семейной нормальной жизни. Но просто взгляды на семейную нормальную разные. Малейшие ссоры он не приходит ночевать. Избегает. Ссылаясь на то, что дома его никто не ждет. Но сам он так и не пытался наладить отношения со мной и дочерью. На прошлой неделе мы ругались по телефону. Он говорил мне, что я должна выполнять свои женские обязанности. Он опять тоже с позиции должна. В этот момент он был за рулем и попал в аварию. Машину сильно помял, и она требует ремонта. Ездить на ней уже нельзя, но он сам жив и здоров. Из-за него пострадал другой водитель. Ремонт чужой машины теперь нужно оплачивать ему. Дали повестку в суд. И тут он впадает в жуткую депрессию. Не уходя из своей комнаты, не пошел на работу. Валялся в кровати, почти не ел. На следующий день ушел на работу и пропал на 4 дня. Я 3 дня даже не звонила, подумала, если хочет гулять, пусть катится. Звонить, искать ей и тратить нервы я не буду. На четвертый день мне пришлось позвонить ему, что пора было платить за квартиру. Вот почему позвонили, да, обязанности опять. Короче, он при друзьях мне демонстративно сказал, что не хочет со мной разговаривать, и где он, это не мое дело. Но после звонка он вернулся через 15 минут. Пришел он весь грязный, где он был и что делал, я не знаю. Снова закрылся в комнате. Кстати, питаемся мы тоже раздельно, мы за свои деньги, а он за свои. Кушает сладости, пиццу и так далее, один за закрытой дверью, с дочерью не делится даже. Но мы не голодаем, слава богу, я все покупаю, что нужно. Хочу еще добавить, что он вырос в несчастной семье, так же, как и я. Это, где родители дрались и ругались у нас обоих, погибли папы в детстве. Его мать никогда не поддерживала его, так же, как и сейчас не поддерживает его жена. Это не вам в укор, а констатация, просто факта не обижайтесь. Дальше я расскажу, почему я так говорю, да. И он говорил, что его воспитала улица, вот поэтому он на улицу сейчас и уходит. Друзья, на улицу это его поддерживает. Наверное, два травмированных человека, как мы, не могут создать здоровые семьи. Логично, классный вывод, правильный. После того, как он сделает плохой поступок, спустя время пытается общаться, как будто ничего не произошло. Не просит извинения, не пытается что-то изменить и так далее, и так далее. Меня это дико бесит. Я вообще давно, несколько месяцев веду себя, как будто его нет дома. Раньше у меня были истерики, нервные срывы, я кричала, плакала, что больше жить так не могу. Но его реакция была одна и та же, он одевался и куда-то убегал. Смотрите, вы просто пытались вызвать его наимацию, чтобы он вас пожалел, притянуть его внимание, а он сбегает. Вы не ту тактику выбрали. Понимаете, ваша тактика сработает, когда вы будете его принимать, не выдвигать условия, поддерживать, тогда он не будет убегать. Галечка, уйти мне некуда сейчас и не потяну финансовое жилье сама. Дома война, вернуться не могу. Но вы же хотели до этого вернуться домой в Винницу. Значит, тогда можно было. Что-то сейчас, то есть, поменялось, то есть, ну, как бы, или вам не хочется. Я вас ни на что не подталкиваю вам решать. Но почему тогда вы раньше рассуждали вот этими категориями, что вы вернуться можете, а он меня типа держит. Теперь говорите, я не могу сама вернуться. Возможно, можете. Ну, просто у меня в Виннице, во Львове живут и клиентки мои, и знакомые мои. Да, тяжело, опасно, но это действительно такое, по более-менее безопасные места на данный момент жить. То есть, можно. Вынуждена жить под одной крышей вместе с ним. Сейчас радует, что его почти никогда нет дома, не зная, как дальше жить и как себя вести. Как перестать хотя бы время, когда, как переждать время, когда закончится ужасная война и вернуться. Я поняла, что одно, видимо, хорошим мужем и папой быть легко, видясь раз в 3-4 месяца. А 24 на 7 – это уже ответственность, которую не каждый потянет. Пожалуйста, помогите мне с вами, это могу, буду очень благодарна. И вот смотрите, вы опять на него вину перекладываете. Быть папой он не может, а женой, понимающей, принимающей 24 на 7 вы можете быть? Я сейчас никаких вам претензий, я просто рассказываю. Хочу, чтобы вы в голове своей разложили по полочкам причинно-следственные моменты. Как вы к этому пришли, что сейчас происходит? Да, два травмированных человека надеялись найти опору в своем партнере. У вас до сих пор не узаконен брак. Я не говорю, что так нельзя жить. У меня есть знакомые, я знаю примеры, когда можно жить, рожать детей, записывать там имущество и так далее, при этом не быть расписанным, у всех все в порядке. Это всего лишь штамп в паспорте, совершенно верно. Но это избегание определенной ответственности, юридической в том числе. Это просто символ для меня, сигнал определенных моментов проблематичных у человека в его ощущениях. Почему он не хочет, скажем так, скрепить себя какими-то узами. Это определенные страхи, естественно, страх отношений. Это говорит о травме, которая была. Вы травму свои назвали его в том числе семейные ваши, из родительской семьи травма. Возможно, я предполагаю, что вы пытались... На самом деле, дайте права, скажем. Не знаю, чего он хотел, про него информации нет. Ну и судя из вашего письма, почему очень сильно, скажем так, вам было окей, нормально, когда материальные моменты, скажем так, восполнялись. Вы живете категориями, что он должен кормить обуватера, та-та-та-та-та, я в свою очередь должна делать то-то, 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 то-то. Не про любовь, не про принятие, я здесь ни разу не услышала. Не про общение или еще про что-то, а про должны. Каждый кому-то что-то должен. В общем, это ваша категория в отношениях. Так не работает. Это уже изначально запрос не на здоровые, гармоничные, счастливые отношения и любовь, а про то, что кому-то кто-то что-то должен. И пока есть обязанность и должен, все окей, как у вас было. У вас больше на материальное, потому что вам нужна вот эта защита, у вас с этим проблемы в детстве были, была повышенная тревожность, не было ощущения защиты, материальное ощущение это гасит всегда. Типа ощущение безопасности, да. Пока он давал деньги, пока содержал, все, наплевать было, где он, что он, кто он ездит, все было нормально. И папа ему был, видите ли, хорошего, как вы говорите, раз в 3-4 месяца приезжая. Пока ваша должность в нужной мере не исполняется, вы стали чувствовать себя незащищенным, спорезли претензии и так далее, и так далее. То есть он на самом деле, что он вот этот неустановленный, устный, скажем так, неофициальный договор нарушил своим поведением другим. А нарушил, у него начались проблемы. А он человек травмированный, у него проблема, мама не поддерживала, папу потерял, его воспитала улица, он уходил, у него избегающий тип личности, ему проще убежать и спрятаться где-то. В плохой компании, с друзьями, побухать, в алкоголь, да все, везде, где угодно, да. Найти поддержку, ему нужна поддержка. Вот у него он приезжает в Чехию, он для чего ехал? Для вас как лучшее, но случаются проблемы, и он что из дома слышит? Недовольство. Вы говорите, я сначала, конечно, терпела, вышла на работу и тра-та-та-та, но он же в вашем голосе все равно слышал, что нет поддержки. Это можно было подавлять, но интонации, вздохи, темы, которые вы затрагиваете, всегда обсуждалось, он чувствовал себя недееспособным, недостаточно хорошим, что его не любят, не поддерживают, вот и все. Сейчас его претензии, обиды, злость на вас перемешана со злостью на свою мать. Он сейчас в максимальном негативе от вас вот это вот все отшатывается и все прочее, потому что он максимально ненавидел, скажем так, если можно сказать, ну, злился, ненавидел, скорее всего, там ненависть есть и прочие вот эти все чувства к своей маме. Вы сейчас просто конкретно повторяете. Вы его не принимаете с проблемами, не поддерживаете, как он видит, да, ситуацию. Его дома не ждут, жену у него нет, он вам таким образом предъявляет, да. А вы в ответ на него, у меня на тебя свои обидки. Вот на данный момент вы на этапе высказывания друг друга о своих претензиях. Да, как два барана. Не будет никакого результата, вы просто расстанетесь. Если вы хотите что-то сохранять, если вам это нужно, надо выходить на диалог и не в первую очередь толкать свои обиды и предъявы человеку, а как минимум его услышать. У него запрос на это был как минимум однократно, я на этом акцентировала внимание, вы это не услышали, не прочувствовали. Почему у вас союз с вашей стороны, да, не загладился? Потому что вы живете категориями должны и обязаны, не про прислушаюсь, люблю, принимаю таким, какой он есть, травмированного, без денег, с неудачей, с поражением, назовем так, не мужиком, вы его не приняли. Поэтому он пошел в свою оппозицию и вы в свою. И вот вы два вот этих барана, которые столкнулись. Ему нужно, вот чтобы, если вы хотите наладить, назовем так, если у вас есть желание, есть там что налаживать, я знаю, что растопит, назовем так, сердце ключ к вашему супругу. Откровенно поговорить без претензий с вашей стороны, наездов и так далее. Услышать человека и дать ему поддержку. Таким, какой он есть. Неудачником, выпивающим, избегающим из дома. Он бежит, потому что его здесь не принимают. Он бежит туда, где принимают. И вот если вы сможете некую свою гордыню, свои претензии, обиды прижать, язык за зубами подержать, а по-человечески с ним поговорить, не обвиняя, тыкая, атакуя его, да, вы увидите, что он перестанет убегать из дома. У вас же это тоже бежит, что он отдаляется, вы об этом писали. Он не будет убегать. Он будет знать, что плохим, с неудачей, с маленькими деньгами его дома примут. Он будет приходить. Этого мужчину, на самом деле, очень легко с ним наладить контакт. Ему много не надо, ему надо понимание, любовь. Все. Принять. Просто принятие таким, какой он есть. С его проблемами и комплексами, и всем. С вашей стороны, когда он это почувствует и оттает, он захочет слышать и вас. У него запрос уже такой был на диалог открытый. Но просто ваши претензии к нему, они не про принятие. Он и говорит, по сути, у меня ошибка, я недостаточно хороший муж, хороший отец, недостаточно, как все начиналось, заработал денег. Да, ты такой и есть, денег нам не хватает, мне пришлось вернуться на работу и так далее. Я типа жду. Но в разговор, вы сами сказали, спортились за год отношения в общении. Потому что претензии. А для вас больная тема. Вам хочется так, чтобы за вас делали. Вам должны. Вы, это ваши нереализованные запросы к вашему папе, которого вы потеряли, к вашей маме в вашем детстве. Вами не занимались достаточно. За вас не брали ответственность. Вы все еще, вы два ребенка. Того ребенка недолюбили и не приняли, какой он есть с проблемами. Он уходит в плохую компанию. А вы ребенок, которого игнорировали, которого тоже недолюбили. И вы с претензией, с обидой своих родителей. Только эту обиду сейчас на мужа своего переносите. Дело не в муже. Любой другой мужик на его месте, у которого проблемы с деньгами, с работой, назовем так, он где-то сейчас неудачник, не лучший период жизни проживает, у вас одинаковый уровень агрессии и ненависти будет и непринятия человека. Потому что вам это отзеркаливает тем, что было в вашем детстве от ваших родителей. Поэтому вы на него так реагируете. Ваша проблема коннекта идет. Вы друг друга не слышите. У вас на первом у обоих претензии, обиды. Вы через них пытаетесь общаться. Нет никакого общения. Вы так не будете общаться. Вы только расходитесь. Вы расстаете уже на пороге этого. И далее. Вы два ребенка, обиженных на своих родителей. Вы общаетесь через обиду на родителей. Через свою мать, а вы через папу или отца, неважно. Маму, на кого были обижены. Вот и все. Почему это сейчас скрылось? Вы изначально были в этих отношениях. Он просто раньше выполнял условия, и он был вам, скажем так, годен, приемлем. Обиды такой не было. А стал он похож на вашего папу с мамой, не выполняя этот условия. У вас куча претензий, которые вы не можете в себе подавить. Это не про проблему мужа. Любой мужик, не выполняющий условия, вызовет эти эмоции. Это про то, что вы точите, скажем так, обиду храните на своих родителей. Это там надо отпускать. Я сразу сказала, вам это не понравится. Вы будете категоричны. Не захотите меня слышать. Я вам говорю, если вам нужно спасать этот брак, а вы боитесь расставаться. На самом деле мы потом дальше писали про то, что... Короче, не будем даваться в подробности. Ну, короче говоря, даже пример такой, что я хотела уехать, а он меня удержал, а теперь я не могу ехать. Но ничего, по сути, не изменилось. Честно скажу, вы можете уехать все равно в Винницу обратно. Вы не хотите. Потому что вы не хотите его тоже терять. Так вот, и вы для себя сначала определитесь, хочу я с ним восстанавливать отношения или нет. Как минимум, ради ребенка, не про любовь здесь история, нормальные человеческие отношения с ним выстроить можно. Блин, засуньте куда-нибудь подальше пока что на время своей обиды. Научитесь его слышать и примите такой, какой он есть. Вонючий, с пивом, без денег, неудачник. Вы все делаете, чтобы ему только сделать хуже. Оторгаете раздельное питание, не углубь, там, та-та-та-та-та. Все, я тебя, вы его максимально отдалили. Чего от него ждете? Это не поможет вообще. Его максимально приближайте, заботьтесь, принимайте со всем плохим, какой есть. Вам тогда пойдет от него отдача. Я больше скажу, вот это тот мужчина, которого надо вкладывать морально, он будет хорошо отдавать. Вы не можете это делать, потому что у вас стоит преграда и ваши обиды на родителей. Как сейчас, если вы такой путь не выбираете, не хотите налаживать общение, ну, продолжайте то, что есть. Делайте вид, что его не существует, не общайтесь, продолжайте подрабатывать, ждите окончания войны, как закончится, дверью хлопнули, ушли. Вам даже разводиться с ним не нужно, это ваш неофициальный супруг, а сожитель, по сути, с которого вы родили, да? Соответственно, вас ничего не ждет, закрыли дверь и уехали. Надо будет, он за вами поедет. Я думаю, не надо будет, потому что вы его не поддержите, а ему его запрос к женщине именно вот такой. Вот и все. В общем, там на очень-то все понятно и на поверхности в вашем общении. Перечитайте, может быть, еще раз свое письмо. Я вас ни в коем случае не укоряю. Я прекрасно понимаю, что вы в силу своих травм так общаетесь, травм своих детства, которые не пережили. у вас есть уникальная возможность это все исправить, например. Если вам это нужно, если вы чувствуете, что не нужно, что обид на него и на моих родителей у меня гораздо больше, я их не собираюсь отпускать или решать, они мне нужны, они составляют меня как лично здесь и сейчас, ничего с этим делать я не буду, то будет вот то, что есть сейчас. Оно никак лучше не станет, не изменится. Просто доживайте спокойно, не общайтесь с ним, держите нейтралитет, как минимум, просто не обращайте на него внимания, что он существует. Закончится война, вернетесь домой, все. Но при этом у ребенка не будет общения, вы там его винить, плохой отец с ребенком не общается. Не надо это делать. Это его выбор, его общение с ребенком. Вообще не мусолить эту тему. Вы должны думать о своем общении, контакте вашем с ребенком. Помните, прямолинейные связи все говорили, вот я и мой ребенок, я и мои родители. Как-то мой бывший муж, сегодняшний муж, неважно, в каком он статусе, кто там, сожитель, еще кто-то, отец ребенка общается с ребенком, это их взаимосвязь. Я туда не лезу, не говорю, не интересуюсь, не налаживаю, не исправляю, не оцениваю. Ноль. Это не мое дело. Мое дело выстроить свое общение со своим ребенком. Как там у отца ребенка с ним, это их дела, их проблема. Пусть он об этом парит мозг. Вот так это работает. Надеюсь, все разложила понятно, никого обидеть, оскорбить никак не хотела. Хочу вас поддержать, вы не одна такая, вообще этих историй очень много сейчас и с родителями, и с мужьями, и все вот это вскрывается в период стресса. Люди, которые были на расстоянии в силу сейчас обстоятельств и войны, вынуждены жить под одной крышей, выяснять отношения. Оказывается, это, например, 10-15 лет мы были чужими людьми, о чем не подозревали. Всегда старайтесь из этого взять опыт. Если бы не эта ситуация, ни война, ни обстоятельства, я бы, наверное, и не узнала, например, что у нас там с мужем какие-то проблемки есть и так далее. Научимся, делаем выводы, придет мирное время, найдем другие отношения, где у нас будет хорошо. Создадим тогда себе дружеские, про любовь, про взаимопонимание, партнерские, нормальные отношения. Вот. Спасибо за внимание. Пишите, пожалуйста, ваши комментарии, поддержите девушку. Может, посоветуйте что-то отдельное, как себя вести, что вообще можно исправить и так далее в этой ситуации. В инфобоксе я оставляю свою почту, можете присылать ваши истории, пожалуйста, присылайте историю. Я не хочу попадать в спам-рассылку всем блогерам, потому что это неинтересно, когда вы рассылаете свои истории по разным блогерам. Я уже много раз об этом говорила, но, видимо, новенькие не в курсе, что-то делать не надо. Просто это обесценивает мой труд. Если кто-то вам дал какой-то комментарий, прислушайтесь к нему, не тратьте мое время и свое. Мне не хочется снимать по десятому кругу, повторяться за другими блогерами. К сожалению, у меня нет возможности отследить, присылали вы эту историю кому-то или нет. Я об этом узнаю только когда выпускаю видео, мне об этом пишут в комментариях другие подписчики. В общем, спасибо, надеюсь на ваше понимание. Пишите комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока!